мы в дедовске а именно на набережной речь флота и здесь недавно поменяли асфальтовое покрытие дорог теперь замечательная но как обычно нашей передачи без но не бывает здесь раньше была узкая дорога но после ее реконструкции по заверению жителей она стала еще уже здесь уже с трудом разъезжаются два встречных легковых автомобиля уже я не говорю про грузовые и разные служебные автомобили жители которые идут пешком вынуждены передвигаться по проезжей части обочины как таковой здесь нет про тротуары вообще даже речи не идет и что мы получаем да что-то вроде медвежьей услуги покрытие замечательное действительно спасибо большое без сарказма но с улучшенным покрытием увеличивается скорость передвижения автомобиля а с учетом того что здесь проезд с горочки никаких лежачих полицейских автомобили здесь разгоняются частенько и с удовольствием для сама дорога не подходит по государственным стандартам давайте попробуем разобраться с точки зрения бюрократии правил и законов дороги у нас стране делятся на 5 категории категории зависит от полосности ширины дороги и других показателей у нас интересует сейчас конкретно ширина самая узкая двусторонняя дорога эта категория 4 есть дороги еще уже пятая категория но к procent категории относятся только односторонние дороги это точно не наш вариант поскольку ну во первых здесь нет никаких знаков односторонние движения ну а во вторых чисто логически это единственный въезд в набережной речь флота и выезд из неё в центр дедовска соответственно по ней как въезжают так и выезжают следовательно эта дорога двусторонние а раз двусторонний значит это дорога четвертой категории Открываем ГОСТ и смотрим ширину дороги по ГОСТу. Четвертая категория должна иметь ширину не менее трех метров. Давайте померяем. На этот случай у меня всегда в машине есть рулетка. Меряем проезжую часть. Для этого мне понадобится с помощью моего оператора. Вань, встань, пожалуйста, на край рулеточки. Спасибо. Меряем проезжую часть. Примерно 3.30. Пойдет. Ну, а теперь давайте перейдем к обочине. Обочина – это очень важный элемент, поскольку по правилам дорожного движения именно по обочине должны разъезжаться два автомобиля на узких дорогах. Именно по ней должны передвигаться пешеходы при отсутствии тротуара. Обочина является элементом дороги, который непосредственно прилегает к проезжей части на одном уровне с ней и разделенной разметкой. Вот разметка, вот один уровень. Меряем 70 сантиметров. Ну, и сейчас мы померяем с другой стороны. Тоже 70 сантиметров. По ГОСТу обочина у дороги четвертой категории должна быть шириной не менее двух метров. Отсюда вывод – не по ГОСТу дорога. Причем раньше действовал другой ГОСТ. До 2022 года дороги четвертой категории могли иметь ширину не менее трех с половиной метров. И по этому показателю эта дорога бы уже не проходила. Но сейчас уже новый ГОСТ. По новому ГОСТу разрешили сузить дорогу на полметра. Но по обочине все равно эта дорога по ГОСТу не подходит. Построить здесь тротуар действительно может быть проблематично. Но, впрочем, не нам об этом судить. Не мы эксперты. Дорогу построили уже чем по ГОСТу. Да, это косяк. И это вопрос уже к подрядчикам и к администрации, которая принимала эти работы. Не доглядели. Или пропустили мимо глаз. Но что хотя бы немного могло облегчить жизнь местных жителей-пешеходов – это хотя бы установка искусственных неровностей. Но, вообще-то, дороги надо нормальные строить. Субтитры сделал DimaTorzok